В солнечный воскресный день 22 июня 1941 года изменилась жизнь всей нашей страны. Народ вступил в смертоносную борьбу со злом за свободу и спасение всего человечества. ПЕСНЯ На Средней Рогатке, там где в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны нашего города, к 50-летию Победы был возведен и освящен храм во имя великомученика Георгия Победоносца. В алтарную стену храма-памятника вложена земля, привезенная с блокадных захоронений, братских могил, с полей. Продолжение следует... Продолжение следует... Богородица, Дева Радость, Благодатная Мария и Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, Яко Спаса родила, неси души наши. Георгиевский храм строила вся наша Россия. От мала до велика. Все помогали в строительстве этого храма, понимая, какое он значение имеет в жизни нашего народа, нашего государства. И вот 16 ноября 1994 года произошло величайшее событие в истории Георгиевского храма, когда была и закладка его, рождение было, да, его имя было начертано на доске закладной, и в тот же час, и в ту же минуту, в алтарь Георгиевского храма была погребена земля, собранная смесь боев, был погребен прах наших братьев и сестер, которые одержали победу во Второй мировой войне. Для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы дышали, для того, чтобы мы рожали. Победа во Второй мировой войне открыла удивительное пространство, удивительное устройство нашего государства. При закладке Георгиевского храма на Средней Рогатке произошло чудо. Тысячи людей увидели, как в небе над местом будущего храма высеял крест. Люди молились и плакали от радости. Знамение вселило в сердца крепкую веру, что храм великомученика Георгия Победоносца, посвященный Великой Победе, будет стоять на этой многострадальной земле. Много сил и труда было положено, чтобы возвести Георгиевский храм. Огромной радостью в сердце горожан отозвалось это строительство. Уже минуло много лет со дня закладки храма, но и по-прежнему он остается горячо любимым в народе. Миллионы наших соотечественников полегли в жестоких боях Великой Отечественной. Многие из этих героев-защитников до сих пор числятся без вести пропавшими. Георгиевский храм вобрал в себя горечь и боль потерь. Он хранит память обо всех погибших на той Великой войне. За них, отдавших свои жизни во имя своей Родины и народа, возносится здесь молитва. Это огромнейшая благодать, что Господь доверил построить это чудо, Георгиевский храм. Это наш первенец в нашем городе после 16-го года. Все только разрушали, разрушали, и вот вдруг, и вот к 50-летию победы мы осветили этот храм. Это милость Божия коснулась не только меня, а и многих-многих-многих людей в нашей стране. Какие они письма сюда присылали, удивительные проповеди, удивительное откровение. Дух-то покаянный какой там был, и забота о нашей стране, о людях, о детях. А письма-то какие, возрождайте то, что потерял. Я блокадница всех 900 дней. Вот 5000 пересылаю на строительство храма Георгия Победоносца. Святая земля. Ее освобождали бойцы-солдаты всего Советского Союза. Господи помилуй, помогите найти, где похоронен Антонов Василий Яковлевич. Он пропал без вести. Мне 75 лет. Хочу всем сердцем поблагодарить всех вас за то прекрасное начинание, которому вы подвигали нас, горожан славного города имени Святого Петра. Сколько безымянных, неотпетых, но оплаканных погибших воинов покоится в земле. Я сама пережила блокаду и благодарю Господа и Царицу Небесную, как умею. Помолитесь за упокое и спасение грешной души моего деда Федора, дважды умершего. Был похоронен в Севастополе, а потом была страшная севастопольская битва. И прах моего деда был сожжен и уничтожен вместе со всем городом. Спаси вас всех, Господь! Любезные зачинатели Святого Дела Строительства Георгиевского Храма, да поможет вам Господь! Молитвенная память о погибших героях объединяет нас всех в единый бессмертный полк. Рождение бессмертного полка состоялось в 45-м году, когда было водражено знамя победы над Рейстагом. Бессмертный полк явил нашей стране и нашему народу национальную победоносную идею, которой мы не воспользовались, но которую спустя многие десятилетия обрели по милости Божьей. Бессмертный полк свидетельствует о бессмертной победе нашего народа над падшим ангелом, который теперь замолчит на многие десятилетия. Бессмертный полк свидетельствует о бессмертной жизни человека, которого сотворил вечный Бог, чтобы человек стал ему соработником, стал воплотителем Божьего замысла. Победа, которую одержал наш народ над фашизмом во Второй мировой войне, говорит о том, что наш народ от мала до велика стал соработником Бога Вечного, который за такое усердие даровал нашей России вечную победу, который всегда будет участвовать в жизни рода человеческого, охраняя и сохраняя его. Бессмертный полк своей неземной энергии консолидировал нынче все здоровые людские души, которые наносят, по примеру наших дедов, сокрушительные удары по мировому злу и его сторонникам, расширяя территорию добра на радость нашим прародителям Адаму и Еле. Наши деды, по примеру святого великомученика Георгия Победоносца, засвидетельствовали о милости Божьей не только о победе над дьяволом, но и о торжестве Вечной Пасхи, которая состоялась 6 мая 1945 года, в день празднования победы святого великомученика Георгия Победоносца над врагом рода человеческого в 303 году. Подвиг нашего народа навечно соединился с подвигом святого великомученика Георгия Победоносца, и это непобедимая сила, о которой свидетельствует бессмертный полк, сокрушая на своем пути все то, что сокрушали наши деды ради мира на земле. Победа, если Бог преклоняет милость свою не на той стороне, где сила, а на той стороне, где правда. Молитвы, скорби, страдания, готовность идти на жертву всего народа, соединившись с силой божественной, разгромили врага. В день радости и скорби исполнить высший долг ведет святой Георгий бессмертный славы полк. Над ним летит победно, волнуясь и светясь, Георгиевская лента времен и судеб связь. Струится Родникова свет вечного огня От поля Куликова до нынешнего дня. Нам сотни лет грозили, вели кровавый торг К погибели России, но вечен русский полк. Сметая бренды, тренды, вражды, неправды, зла, Георгиевская лента над миром растена. Под ней в безмерной силе, в единстве всех эпох, Бессмертный полк России. Мы все бессмертный полк. Память о Великой Отечественной войне неразрывной нитью соединила поколения тех, кто сражался с врагом за родную землю, и тех, кто сегодня поминает их славный подвиг. Отряхните сон уныния и ленности, сыны России. Возрите на славу и я страданий и очиститесь. Помойтесь от грехов ваших. Укрепитесь в вере Христовой, чтобы быть достойными, обитать в жилище Господнем и вселиться во святую гору его. Воспряни, воспряни, восстань, Русь, ты, которая из руки Господней выпила чашу ярости его. Когда окончится страдание твоя, правда твоя пойдет с тобой, и слава Господне будет сопровождать тебя. Придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сияния. Тогда возведи окрест очи твои и виждь, все попридут к тебе от запада и севера, и моря, и востока чада твоя, к тебе благословляющая Христа в веке. Святитель Иоанн Шанхайский. 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 Продолжение следует...